всем привет сегодня мы будем готовить куриные растрепки для тех кто не знает что это такое я немножко поясню это отличный заменитель куриных котлет можно его так назвать это как куриные оладушки только мясо будет не не фарш рублены для этого нам понадобится куриное мясо обычно это грудки ну кстати я готовила с другого сокровочков тоже отлично все получается у меня две штучки нам их нужно мелко порезать мелко насколько это возможно мелкие кубики вот примерно такие кусочки должны получиться такие маленькие вот так вот мы режем всю курочку вот такие вот маленькие кусочки у нас получились теперь сюда же нам нужно добавить одно яйцо майонеза буквально пару столовых ложек я беру домашний все это перемешиваем добавляем соль по вкусу черный перчик любые приправы которые подходят курицы добавляем буквально две-три столовые ложки муки до загустения перемешаем и посмотрим нужно добавлять у нас должна получиться консистенция как на оладушки теперь сюда же нам нужно добавить 2-3 зубчика чеснока мы пропускаем через пресс это по вкусу можно меньше можно больше перемешиваем в общем наше тесто уже практически готово можно уже жарить но при желании если хотите можно добавить сюда либо зелень либо зеленый лук это не обязательно но это такая небольшая изюминка и вкусно и полезно и красиво перемешиваем теперь мы будем жарить наши растребки сковородочку включаем нам нужно хорошенько прогреть наливаем масло не очень много но должно полностью быть закрыта хорошенечко жарить нужно на разогретом масле выкладываем наши растребки немножко прижимаем их ложкой чтобы они хорошо распределились они получаются все разные формы потому что это же мелькные котлеты как обычные мясные такие вот оладушки мы просто поправляем чтобы они были максимально ровненькие огонь делаем небольшой ждем пока первая сторона зарумянится переворачиваем обжариваем со второй стороны также несколько минут они достаточно быстро готовятся готовые растребки мы достаем такие красивые золотистые получаются очень аппетитные и ароматные дальше мы продолжаем жарить остальные перед каждым разом нам нужно обязательно перемешивать перемешали и также выкладываем все остальные жарим вот такие у нас получились хорошие куриные оладушки чтобы было понятно возьмем остывшие они вот такие вот видите рассыпчатые очень вкусные очень нежные попробуйте обязательно приготовить побалуйте своих близких всем спасибо пока пока спасибо